Всем привет, друзья! Я не знаю, как вы, а я в предвкушении кометного сезона. Уже скоро на небе засияет известнейшая комета Энке. Среди множества интересных комет, которые ждут нас в ближайшем будущем, есть еще и комета 12П Понса Брукса. Это такая комета-собрат кометы Галлея. Скажем так, комета, которую можно увидеть всего лишь один раз в жизни. Она станет яркой в апреле 2024 года. Но произошло неожиданное. Эта комета посчитала, что до апреля еще долго, и нужно напомнить о себе уже прямо сейчас. И взяла, и на ровном месте вспыхнула. Вспыхнула она в сто раз. Эд Осли где-то кричит, потому что он тоже в восторге от вспыхнувшей кометы 12П Понса Брукса. Вообще у вспыхивающих комет есть какой-то невероятный шарм. Ведь в этом есть что-то непредсказуемое. Мы никогда не знаем, когда это произойдет. Далеко не всегда знаем, какие причины у этих вспышек. Ну и навскидку самые известные вспыхивающие кометы это комета Холмса 17П и комета 29П Швасмана-Вахмана. Об этих кометах я рассказывал в отдельном видео. Ссылку я оставлю в описании. И конечно же я не мог пропустить вспышку кометы 12П Понса Брукса. И мы отправились на наблюдение. И вот сегодня, в ночь с 24 на 25 июля, мы пронаблюдали эту комету как визуально, так и сфотографировали с помощью астрокамеры. И сейчас я расскажу об этом наблюдении. Комета 12П была открыта 12 июля 1812 года в Марсельской обсерватории с Жаном Луипонсом. Но ее номер 12П никак не связан с датой обнаружения. Он означает, что перед нами 12-я по счету короткопериодическая комета. Ее период определил Иоганн Энке и он равен 71 году, почти как у кометы Галлея. Поэтому этот мем применим и для нее. В следующем появлении в 1883 году первым ее обнаружил американский астроном британского происхождения Вильям Роберт Брукс. И сейчас комета 12П носит двойное имя Понса Брукса. Последний раз эта комета возвращалась к Земле в 1953-54 годах, когда земляне еще даже в космос не полетели. И смартфонов не было, и интернета, и еще много чего другого. В общем, давно это было. Кстати, в том появлении комета Понса Брукса испытала сразу несколько вспышек. И вот история повторяется. В июле 2023 года блеск кометы 12П составлял порядка 16,5 звездной величины. Тусклый, неприметный объект. Но 20-го числа она увеличила свою яркость в 100 раз до 11,5 звездной величины. И сейчас она доступна для любительских телескопов диаметром от 150 миллиметров и более. Чем не повод на нее посмотреть. Тем более, что она сейчас удобно расположена для северных наблюдателей. Вот у нас полярная звезда, созвездие Малой Медведицы. А вот тут поблизости голова дракона. И вот созвездие дракона. Комета 12П находится рядом с головой дракона. Вот здесь. И в течение ближайших дней, к августу, она будет сдвигаться примерно вот сюда. Я снимал ее с помощью своего 130-миллиметрового телескопа и сделал 100 кадров по 30 секунд. Движется она не очень быстро по небу, но за час ее перемещение на фоне звезд легко заметно. Чтобы объект не смазался, я сложил все кадры по комете. Вследствие чего все звезды вытянулись в треки. Зато 12П Понса Брукса мы можем хорошо рассмотреть. Да, она довольно маленькая, компактная. В общем-то классический вид для вспыхивающей кометы. Мне она напоминает зуб по своей форме. После вспышки комета выглядела звездообразным объектом. Но затем у нее появилась кома, которая с каждым днем растет и расширяется. Вместе с тем падает ее поверхностная яркость. Темная полоса в коме может говорить о том, что ядро кометы блокирует отток вещества в этом направлении. Это явление наблюдалось и у другой вспыхивающей кометы 29П Швасмана-Вахмана. И нечто подобное можно было увидеть у знаменитой кометы Неовайз. Интересно, что совсем рядом на небе расположилась еще одна довольно яркая, долгопериодическая комета Си-2023Е1 Атлас. Вот наш дракон, малая медведица и вот у нас здесь Цефей. И комета находится примерно вот здесь. Так, ну а теперь поехали на комету Атлас. Все настройки при съемке кометы Атлас были такими же, что и у 12П. Но я переживал, что большинство кадров пойдут в корзину, потому что набежали облака. В итоге у меня получилась вот такая анимация. Я также сделал фотографию со сложением по комете, но у меня она выглядит довольно скучным шаром. В более хороших условиях у этой кометы можно проявить слабый узкий хвост. Кстати, если хотите посмотреть мои фотографии кометы Атлас и Понса-Брукса в максимальном разрешении и с исходниками, то они доступны на Boosty, Sponsor.ru и Patreon. На наблюдениях был со мной Вячеслав Плужников. Мы визуально посмотрели в его 16-дюймовый Добсон сначала комету Атлас, а затем и 12П Понса-Брукса. Несмотря на то, что комета маленькая, даже в 60 крат 16-дюймовый телескоп она видна маленьким таким туманным пятнышком. Из-за этого она очень похожа на планетарную туманность. При этом, как и планетарная туманность, за счет, я не знаю, малых размеров своих угловых, она хорошо видна. При том, что блеск у нее почти 12-я звездная величина, но комета прям четко видна. И в этом смысле она ничуть не хуже своей соседки, кометы Си-2023Е1 Атлас, при том, что у той блеск около 10-й звездной величины. Но комета Атлас намного больше, ее блеск размазывается по площади. А вспыхнувшая 12П Понса-Брукса, она прям за счет вот этих малых угловых размеров собрала всю яркость в точку практически и видна очень даже хорошо. Так что от визуальных наблюдений остались хорошие впечатления. Ну и напоследок интересно посмотреть, насколько эти кометы отличаются в размерах. Для сравнения, я использовал одиночные кадры, снятые на одну и ту же камеру с одинаковым фокусным расстоянием. Вот такое наблюдение сегодня получилось. Надеюсь, вам было интересно. Если да, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Если хотите поддержать AstroChannel финансово, то вы можете это сделать на Boosty, Sponsor.ru и на Патреоне. Ну а я желаю вам ясного неба и успешных наблюдений. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok